Здравствуйте, я Лилия Игликова. В последнее время все больше женщин в Казахстане предпочитают рожать вне стен медицинских учреждений. Почему? Говорим об этом с врачом-акушером-гинекологом высшей категории Лилией Баймурзаевой. Лилия Григорьевна, здравствуйте. Почему, по вашему мнению, некоторые женщины выбирают роды на дому, отказываясь от квалифицированной помощи врачей? Может быть, это связано как-то с религиозными убеждениями или это какое-то новомодное течение? Наверное, этот вопрос нужно задать этим женщинам, которые выбирают домашние роды. Я хотела бы сказать, что, наверное, в отдаленных сельских районах это может быть связано с религиозными какими-то убеждениями, а в городе это, наверное, больше дань моды, потому что сейчас увеличилась агитация за домашние роды и сторонники домашних родов приводят очень много положительных сторон домашних родов, но забывают рассказать о тех сложностях и тех осложнениях, которые могут возникнуть во время домашних родов. И тогда радость рождения может закончиться трагедией как для женщины, так и для ребенка. Я просмотрела интернет полон призывов рожать на дому, и главный аргумент приводится в том, что роды это все-таки естественный процесс. Поэтому вопрос такой, если роды это естественный процесс, то зачем нужна помощь врача? Да, действительно, роды это естественный процесс, это процесс замечательно продуманной природы. И если роды протекают нормально, то никакого вмешательства они не требуют. Но очень тонкая грань между патологией и физиологией, то есть нормальными родами. И вот задача врача – не допустить переход нормальных родов в патологические, вовремя определить риски возникновения осложнений, определить, диагностировать эти осложнения и принять необходимую помощь. Потому что во время родов осложнения могут развиваться стремительно. И время идет уже не на минуты, а даже на секунды. И может потребоваться хирургическое вмешательство, помощь реаниматологов, не только взрослых, но и детских реаниматологов. Естественно, на дому это сделать невозможно. Есть такое осложнение родов – это преждевременная отслойка плаценты, когда ребенок может погибнуть в течение нескольких минут. Или кровотечение, которое может возникнуть во время родов. Здесь кровит уже не один сосуд, а вся матка. И просто сделать какой-то кровоостанавливающий укол – этого недостаточно. Тут необходима помощь медицинских, квалифицированных работников. И причем, я хочу сказать, своевременная помощь. Если пройдет больше времени, то женщину просто могут не спасти. Можете ли Вы назвать примерные цифры? Сколько женщин, например, по Алматы, Алматинской области выбрали роды на дому? Ну, за 2015 год я не смогу назвать, но 2012-2014 год по Алмате – это было примерно около 80 женщин, которые выбрали роды на дому. Но это не статистика. Даже если эти роды закончились нормально, это просто везение. И все равно где-то около половины этих женщин пришлось обратиться в роддом. По новым нормам факт материнства подтверждается только в медучреждениях. Можно ли на следующий день, например, после родов обратиться в родильный дом и зафиксировать факт рождения ребенка? Действительно, рождение ребенка подтверждается только в роддоме. И если женщина только в течение 24 часов, если будет доставлена в роддом, то там еще можно будет подтвердить факт рождения. Вернее, факт рождения можно подтвердить, да? Но очень сложно подтвердить, что женщина родила именно этого ребенка. И поэтому у женщин, которые выбирают роды на дому, у них еще возникают проблемы с оформлением этого ребенка. И им приходится пройти очень большой путь и затратить на это очень много времени. То есть здесь уже подтверждается в суде, и даже приходится делать экспертизу на подтверждение отцовства и материнства. Смотрите, Лилия Григорьевна, сейчас у нас, например, в Казахстане роды на дому запрещены официально. Но почему, как вы считаете, правильная ли это мера? Ведь во многих странах Европы, скажем, можно вызвать на дом акушера-гинеколога с лицензией, который окажет квалифицированную помощь. И опять же, многие женщины говорят, что стены родного дома помогают. Ну, я тоже категорически против родов на дому, и они у нас действительно запрещены в Казахстане. В зарубежных странах, я не скажу, что во многих, я знаю только Голландию, там 30% родов проходит на дому. Но домашнее родовспоможение в Голландии является частью системы здравоохранения. Похранение и роды там действительно ведут сертифицированные специалисты, которые имеют на это право и знают, как это делать. Я могу с полной ответственностью сказать, что у нас в Казахстане нет ни одного сертифицированного специалиста, который имеет право на участие в домашних родах. То есть он делает это неофициально и нарушая закон. Но, тем не менее, интернет полон объявлений от частников, от акушеров-гинекологов, которые занимаются частной практикой. Понятно, что пропаганда «безопасных» родов – это есть своего рода бизнес. Да, я тоже считаю, что это бизнес. И, в общем-то, не факт, что это акушер-гинекологи. То есть в этих родах могут участвовать люди очень далекие от медицины, которые не смогут оказать соответственную помощь при возникновении каких-то осложнений. И еще, можно ли назвать сегодня роды на дому в Казахстане криминальными родами? Я думаю, что можно. Потому что роды на дому – это неоправданный риск для матери и для ребенка. И я еще раз хочу повториться, что возникшие осложнения могут привести и к гибели женщины. С юридической стороны это есть нарушение закона или нет? Я уточняю вопрос. Это есть нарушение закона. Спасибо вам за интервью.